Дом номер 40 по улице Вознесенской. Давно пустует, в 2011 году его признали аварийным. Ровно через неделю, 28 ноября, решится судьба этого дома. Кто-то получит тендер на его снос и в течение 15 дней дом сравняют с землей. А ведь именно здесь, когда-то в 1860-е годы проживал основоположник практической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. О проживании Циолковских в доме Калеминой стало известно в 1960-х годах, в период подготовки к открытию музея Циолковского в Выживском. Копии автобиографии Константина Эдуардовича из архива РАН с упоминанием этого факта директор музея Коваль передал на хранение в Рязанский Кремль. Однако до недавнего времени не было известно, где находится дом Калеминах, пока указанные данные не были выявлены заместителем директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрием Филипповым. Выяснилось, что дом действительного статского советника Александра Ивановича Калемина, видного чиновника и откупщика эпохи Александра II, короткого приятеля известного земского деятеля Кошелева, находится на улице Вознесенской, 40. Как вспоминал сам Циолковский, мы жили сначала в одном отделении, потом в другом, а вот в то отделение, где мы жили, заехали потом Белопольские. Причем Белопольские по какой-то иронии судьбы люди, в общем-то, тоже имеющие такое косвенное отношение к астрономии, поскольку Петр Васильевич – это племянник известного русского астронома Аристарха Белопольского. Поэтому вот такой получается космический дом. В Рязани всего два здания имеют прямое и непосредственное отношение к Циолковскому – дом его матери по улице Урицкого, 53, и дом Калеминах. Дом Трубниковый на Садовый уже уничтожен. С учетом мемориальной значимости домов, Министерству культуры Рязанской области неоднократно предлагалось внести указанные дома в реестр объектов культурного наследия региона. Однако до настоящего времени дома не имеют статуса памятников. Лишь недавно на стене дома по Вознесенской, 40, появилась памятная табличка. Что это абсолютно достоверная информация о том, что там проживала Циолковский. Другой вопрос, что она как-то нигде у нас не звучала. И понятно, собственно, почему. Потому что долгое время не могли определить, где конкретно находится тот дом, в котором жила семья Циолковских в один из своих рязанских периодов. Заходим внутрь, пробираемся через груды мусора, поднимаемся на второй этаж. Дом вовсе не создает впечатление ветхого. Заброшенного – да, но реставрировать его вполне возможно. Это факт. Я считаю, что как минимум этот дом просто нужно сохранить. А в лучшем случае его можно было бы использовать как минимум под музей Циолковского, мемориальный. То есть попробовать восстановить. Понятно, у нас есть Ижевская с музеем, но в Ижевской далеко не все поедут. А туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей. Недавно снесен дом Ганнушки, на котором украеведы пророчили возможность стать музеем истории рязанской медицины. Неизвестно, появится ли литературный музей. Им мог бы стать дом сестер Хвощинских. А музей космонавтики в более удобном месте, чем Ижевская, вполне возможно было разместить здесь, в доме по улице Вознесенской. Но, видимо, это городским властям неинтересно. Общественный комитет в защиту историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль» направил обращение в прокуратуру Рязанской области, в котором сообщает о запланированном сносе дома Циолковских в Рязани. Напомним, охранного статуса у здания нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!